Привет, народ! Сегодня у меня очередная разборка электроники. На этот раз я буду разбирать велокомпьютер. Сахо. Распространенная моделька. Продается на Алиэкспресс, на Ebay. Питается от одной батарейки. Сейчас расскажу, какая 14-я. Сейчас точно модель. Очень удобно ее достать. А, G13. Извиняюсь, G13. Моделька. Батареи 1,5 Вольт, соответственно. Давайте все это сейчас попробуем скрыть. Корпус, скорее всего, клеенный. Потому что... Сейчас я пытаюсь отверточкой сюда поддеть. К сожалению, ничего не получается. Винтовых соединений тоже нет. Но будем тогда подламывать. Да, внешний вид корпуса, конечно, потеряет свою красоту. Клеенный корпус. Так, ну вот, смотрите. Удалось мне его открыть. Здесь два контакта. Кварт стоит. И для элемента питания площадка. Сейчас я раскручу эти винты. Попробуем посмотреть, что там... Что там глубже дальше находится. Велокомпьютер копеечный. Ну, честно говоря, я бы такой себе на велосипед не купил. Надо что-то подороже брать, покачественнее. Так. Вот здесь какой-то еще номер есть у него. Как вы видите. Сейчас камера здесь погрузирует. Так, идет у нас дисплейчик такой. Снимать не буду, я просто вижу там компаундом залитая микросхемка. Может быть, вы тоже увидите между дисплеями, платой. Ну, то есть, в принципе, устройство одноразовое. Если что-то с ним случается, то это навсегда кнопочки такие прорезиненные. Так, что там? Давайте попробуем еще сумму батареечку. Здесь появляется километр в час. Вот если мы так прижимаем дисплей, мы увидим, что здесь идет скрытый символ, видите, да? То есть, здесь таймер есть, потом максимальная, я понимаю, скорость. Ну, и так далее. Посмотрите вот на отражение. Вот, в принципе, наверное, и все. Повторю, что такой компьютер я не рекомендую покупать для своего велосипеда. Ну, то есть, для вашего. Очень он дешевый, очень ненадежный. Учитывая даже цену, что 200 рублей он стоит, я бы что-то купил подороже, покачественнее. Ну, и так вот, в дополнение здесь стоит, я так понимаю, геркон. Даже сейчас. Ну, вы слышали, такой звук был. Сейчас почему-то пропал. Ну, то есть, устройство буквально, говорю, одноразовое. И даже тратить те же 200 рублей я бы вам не рекомендовал. Потому что цена в среднем 200 рублей этого велокомпьютера. Давайте, посмотрите. Качество пластика вообще никакое. То есть, это буквально один сезон. Если какие-то там перепады температуры, то просто-напросто со временем здесь будут трещины. Вот, контакты никакие. Вот, контактная площадочка идет. Ну, просто вообще, говорю. Уважайте себя. Не ставьте такие его компьютеры себе на велосипед. Все. Кому было интересно видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.